как ты относишься к тому что я кожи цуманга на тебе испытаю испытывайте на себе кожи суманга я не подопытное животное что значит подопытное животное у меня аллергичная кожа вот как раз хорошо на язычке на каком я своем хочешь я тебя на попе испытаю а не на лице что в доме будет тишина представляешь а как же я озвучку буду делать а вот такая озвучка будет так интересно за счет кого ты звезда эстонского ютуба как говорят за счет кого за счет себя что люди знают что я хороший человек а ты что я вот так вот к жене относится нет бы сказал что я ради тебя пожертвую своей одной сейчас пожертвую половинки попы для того чтобы проверить кожицу манга будет аллергия или нет что какая тебе разница лежать на диване вот такая разница все мое все твое они какие-то омысливания значит не страшно если я лицо намажу этим делом и опухнет да как пойдет если аллергичная у тебя кожа значит так и пойдет да чем страшнее тем лучше да внимание никто обращать не будет на меня так вот так вот ты помнишь злопамятный как я в сквере на 5 секунд осталась без тебя и уже какой-то дедушка подошел знакомиться вот я поняла почему ты так теперь говоришь я дедушкам не конкурент так что пускай знакомиться тысячами да хоть ты пальцы в растопырку будешь держать а сейчас я скромная а сейчас и скромная да ладно хорошо я хочу нижнее белье демонстрирую похоронном бюро но одна сидит в гробу другая рядом стоит ну а где еще один демонстрировать они же на улицу не выйдут на улице холодно лишь отзывы разве это не богохульство я так думаю какой ужас нет ничего святого у меня даже нет слов вот что ты читаешь вот я не понимаю вот нет бы что-то читал полезно зачем тебе вот эти модели нужны вот объясни пожалуйста а кому ж модели нужны у тебя своем модели он на аллее со стариками знакомиться ты мне тоже по молодости говорил что тебя в дворе до очередь разве это не правда было я не вру никогда скромный ты мой прямо сил нет никаких модели вот тем гробу и показывают этих моделей приглашает тебя туда что-то все наши звезды пожилые мужчины богатые все быстро очень от этих моделей на тот свет уходят встреча проходит неудачно значит так вот задумайся чем это может грозить а я и не спешу на встречу тебя в кармане не так много как у них но к сожалению государство тебя не оценило несмотря на то что ты работал умный был к президенту тебя приглашали не в деньгах счастья спокойнее жить что подарки из италии какие подарки ты чё обалдел что за грязь то притащил домой проверяй слушай зачем ты на ковер эту заразу принес прихожей бы можно было это как какая то ли ты чего площадь остановилась машина спросила как проехать на таллинское шоссе вот я объяснил ему вы русские да русские это мы из италии граммы временно времени нам понравилось я как раз оттуда развожу по магазинам вот это товар я тебе сейчас дам товар это все бесплатно слушай можете почаще надо на площадь поставлять вот видишь какой ты не надо нет во все в дом ты вчера мне что объяснял все в дом все в дом вот получается не все в дом слушайте это ужас это не постановка это ужас какой-то слушай а тут никакая нибудь подстава позорная и тащил такой довольно так халява дело в том что надо на перчатки надеть что ли может тут зараза какая-то да это на что решили пряди курточки какие-то костюмы может это ворованная суша он по каким магазинам разводит гуманитарная помощь через сталин финляндию и что он решил тебе выдастся да ты всем нравишься я смотрю звезда ютуба елки-палки слушай одежда на весь дом хватит ну да так одинаковый причем улуй божечки мои на ребенка на какой-то ничего себе он хоть по-русски говорил нет не ворованная а что он сказал почему на границе отберут и у него это все это куда-то так он финляндию ехал а откуда вы по магазинам развозил слушай ну я первый раз такое вижу я сама кому-то помогала деньги давала ну чтобы вот так мне какую-то гуманитарную помощь но я вообще в шоке звезда в шоке слушайте товарищи я не привыкла халяву какую-то получать вот такую какая-то одежда муж понравился надо же еще если женщина была за рулем я поверила но мужику понравился муж это вообще странно ну а кто это мерить все будет теперь что-то опять залег на диван добычу как этот мамонта принес в дом говорит разбирай даже не слышит мамонта в дом принес пенсионер слушай ты хоть расскажи что это за мужчина был ну итальянец какой-то так он по церквям что ли или по магазинам развозил какие-то это гуманитарные на магазины какие-то по ней так вещь это новое ну не знаю ой вот так вот спросил как проехать на выехать на таллиннское шоссе я ему объяснил а как он понял что ты тоже в италии был ну это спроси спросил как в италии мы из италии мы были времени нам очень понравилось как ты не только временем был ты несколько раз в италии был я говорю нам перед этим испании но больше понравилась италия и вот он вы русские русский у меня друг в москве русский тоже хорошие ребята и вот он начали ага че жена есть игры есть дети есть где есть я тебя сейчас он благодарю деньги за это не нужно вот начал там два мешка на вытащил хорошо только один дал а второй чего откуда я знаю что там нет как понять ты же сказал тебе он два мешка предлагал два и я сказал мне одного хватит вот вот не жадный халяву тоже не любит кстати тебе тоже первый раз такая халява подвернулась но я вообще до сих пор шоке я я не знаю как это все теперь разбирать мне неудобно но обратно же не вернешь надо самим уметь веселиться а не ждать когда кто-то придет веселить будет слушай я не поняла ты че пришел веселиться патрик ты зачем сюда пришел а ты папу благодаришь патрик там кофточка есть но тебе великовато будет патрюша это ты его благодаришь что он тебя гулять уйдет ты зайка мамина такая любимка мы даты молю ой любимка ты такой любимка моя хорошая куколка ты куколка мой да вот полизать обоих надо конечно как же хотите посмотреть конец истории вот она теперь проблема все это собрать обратно все это выкинуть выкинуть на мусорницу нет ну а ну для кого-то наверное нормально спасибо дяденьки я не знаю что это была за шутка итальянец наверное думал что мы нищие не знаю что он думал посмеялись и все сейчас муж это обратно все упакует красиво упаковано было вот вам и гуманитарка не гонялся бы же ты поп за дешевизной вот это что значит халявы на свете не бывает а сыр бывает только мышеловки никогда ничего чужого не брали посмеялись и все это обратно потому что когда муж принес я была уверена что скорее всего это гуманитарка мы не нищие вообще позор конечно что в эстонию при но привозят вот такое вот даже не стираная она конечно с виду ничего но все равно обидно за эстонию самое главное все так было упаковано как будто это фирменное все такое неуважение к стране я не знаю кто его пропустил сюда до европа нам поможет вот не надо нам такой помощи мы живем в тысячу раз лучше чем вот все это привезли но как если бы не было грустно всем здоровья хорошего настроения несмотря ни на что счастья любви подписывайтесь пишите комментарии наше мнение постирали бы коль так упаковали красиво всем пока